Что случилось с Салманом Радуевым в Белом Лебеде? Спустя полтора года после задержания и ареста Салмана Радуева, Верховный суд Дагестана приговорил его к пожизненному заключению. Причиной этому стал целый букет статей Уголовного кодекса. Апелляция Радуева, Верховный суд России осталась неудовлетворенной. С этого времени, конец 2001-го, бывший чеченский лидер был этапирован в Пермскую колонию для смертников «Белый Лебедь». В ней он не прожил и года. Расположенный в Пермском окрае Саликамск городок небольшой. Известный своими шахтами по добыче соли и колоний для пожизненно осужденных «Белый Лебедь». Как некоторые иронизируют, местное население состоит из шахтеров, тюремщиков и заключенных. Знакомство с «Белым Лебедем» смело можно начинать на городском кладбище. Здесь на окраине хоронили и хоронят заключенных. Рядом неприметная могилка с надписью «Безымянным арестантом». Недалеко и холмик могилы. Пожалуй, самого известного чеченского боевика Салмана Радуева. Нет ни даты смерти, ни имени. Ничего. Похоронили его тайно, чтобы никто не разрыл могилу и не вытащил останки. Ни поклонники, ни ненавистники не просто сумасшедшие. По официальной версии, Радуева «Белым Лебедем» убили, как ходили слухи. Говорит один из ветеранов службы. Он попал к нам уже тяжело больным человеком, несмотря на свой достаточно молодой возраст. Медпомощь ему оказывали так же, как и другим. Вёл на себя обычно. Ничем не выделялся. Сидел и сидел. Кому он был нужен? Когда 15 декабря 2002-го Радуев умер, это было потрясение для нас всех. Потому что понимали, какой шум из-за этого поднимется. Вскрытие тела записывали на видео. Официальная версия – геморрагический воскулит неясного генеза. При геморрагическом воскулите, подтверждают медики, не сворачивается кровь. У Салмана Радуева были изначальные проблемы с желудочно-кишечным трактом ещё до ареста. В начале декабря 2002-го, по утверждению источников УФСИН, Радуев соблюдал мусульманский пост, игнорируя в Рамадан завтрак и обед. В результате его и без того ослабленный организм сильно сдал. Радуеву по его просьбе делали фиброгастроскопию, которая показала язву 12-перстной кишки. За три дня до смерти у госпитализированного заключённого установили диагноз, от которого он в итоге по официальной версии и умер. Однако, журналист и политический беженец Елена Маглёвана выдвинула противоположную официальную версию. Родственники, напротив, считают, что он никаким заболеванием не страдал. Якобы заключённые же рассказали им, что Салмана Радуева по ночам выводили из камеры и очень сильно избивали. В один из таких дней его вывели из камеры и больше он в неё не вернулся. Вроде как требовали показания на Ахмеда Закаева, который находился в Лондоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok